Всем привет! С вами снова InfoCar.ua, но поскольку у нас на автомобильном рынке сейчас задница, а что-то тест-драйвить надо, то мы переквалифицируемся на аптечки. Итак, предыстория. У нас в стране что-то типа войны, поэтому ребята там гибнут, страдают, но по армейским ГОСТам аптечки им вообще не предусмотрены. То есть у них там есть какой-то бинтик и жгутик. Вот, поэтому волонтеры тут уже полгода парятся, изобретая аптечки, повторяя западные варианты, накупают комплектующие, собирают по всем этим идеальным стандартам, отвозят ребятам. Ну, государство пока что не чешется, вот волонтеры пробуют аптечки свои регистрировать официально, им никто это ничего не регистрирует, соответственно, они официально в армию не поставляются. Ну, плюс-минус как-то справляемся, но недавно к нам начала обращаться одна контора, которая предлагала аптечке купить свои, то есть и сообщая о том, что эта аптечка их не уже зарегистрирована, то есть в государственных органах, то есть может официально поставляться и предлагали ее покупать по цене в 1200 гривен. То есть тогда это было еще по тому курсу 100 баксов, но это при том, что наши аптечки где-то приблизительно получались долларов по 75, это по натовским стандартам. И вот, наконец-то, мне эта аптечка попала в руки, и очень хочу поделиться впечатлением, потому что, честно говоря, в себе их держать я не могу. Но, чтобы было интереснее, сначала для тех, кто не в курсе, покажу, что такое натовская аптечка, айфак, так называемый. Вот это вариант, это списанная аптечка, настоящая американская, эти в расцветке пиндосовской, все как надо. Значит, подсумок здесь сам по себе очень продуманный, висит на поясе, каждый миллиметр должен быть просчитан, потому что страна воюет много лет, и во все это вкладываются деньги, то есть для них погибший или травмированный солдат – это потери для страны финансовые. Ну, то есть для нас это только гроб, в лучшем случае у них по-другому. Итак, внутри есть такой чехол, в котором аккуратно уложены важные элементы, их тут не так много, в двух словах. Кровеостанавливающая, которая взаимодействует с кровью и образует быстрее тромб. Это то, что обычно целоксом называют, это его аналог здесь. Бинт, вот так вот герметически упакованный. Лейкопластырь, которым можно, как бы это смешно ни звучало, даже ногу примотать, кусок мяса приклеить, и в реальности это действительно оказывается нужно. Назофарингеальная трубка, чтобы язык не глотнуть. Иголка для напряженного пневмоторекса. Не будем уточнять, что это, когда легкие проколоты, и человек задыхается. Есть специальный компрессионный бандаж израильский, то есть это как наш эластичный бинт, но проверенный, настроенный, которым можно мотать абсолютно все, удачно упакованный, на нем есть крепление, зажим, все классно. И, наверное, самое важное, это 70% случаев по необходимости, это турникет. То есть то, что у нас называлось жгут эсмарка, такой розовый, обычно в автомобильных аптечках, все их видели. Вот это то, что придумали израильтяне с американцами вместе. То есть такой турникет, который позволяет нам даже самостоятельно наложить его себе на конечность, на руку, одной рукой. Да, то есть вот, если он правильно подготовлен, накладывается, зажимается, вот одной рукой вы крутите, таким образом он затягивается, крепится, и тут можно даже подписать дату установки турникета. Так, вот, это то, что принято у американцев, да, и то, что считается, ну, мы даже, честно говоря, не сомневаемся в адекватности этого набора. И что же нам предлагает украинская контора? И, конечно, не дай бог, если это пойдет на поставку войскам на фронт. В общем, подсумок, конечно, выигрывает, потому что он в мультикаме, на который сейчас все мандражируют. И это, как бы, сумасшедший левел-ап, да, внешне. Кроме того, подсумок побольше, тоже, наверное, хорошо. Упс! Сейчас звонят фанаты. Так, внутри такой же подсумочек. Кстати, обратите внимание, здесь он на пружинке. Удобно, чтобы можно было потом вернуть, не уронить, не потерять, вернуть на место. Вот это украинская аптечка. Здесь, значит, вместо пружинки такая веревка. Если вдруг вы попали в окружение и не хотите попасться в плен, вы можете на ней повеситься достаточно эффективно. Ну, хоть так. Дальше. Вот таким образом здесь расположено два набора налбуфина. Налбуфин это обезболивающее. По западным стандартам оно в аптечку не вкладывается. Это долго объяснять почему. Ну, они так считают. Потому что у них за час человека обычно эвакуируют. Вот, у нас здесь написано «Налбуфин в шприце». Дается две таких штуки. И в шприце звучит классно, потому что не в ампулах. Потому что, понятно, на фронте ампулы использовать тяжело. Но по факту здесь не совсем шприц, а две части от него. Иголка отдельно, шприц отдельно. И, знаете, когда там вы, не дай бог, в соплях, в крови, в кишках, то вряд ли вам удастся соединить эти части. Но, в любом случае, это лучше, чем в ампуле. Вот, вот так вот они уложены. Зачем-то в упаковке. Ну, можно развернуть. Наверное, бросить туда отдельно эти шприцы. Потом они идут. Так, а теперь состав самой аптечки. Короче, вместо израильского бандажа, конечно же, обычный эластичный бинт. Ну, этого стоило ожидать. Но это не самое страшное, наверное. Так, что у нас это? Это у нас, похоже, тот же жгут эсмарка. Только видно, чтобы никто не докапывался культурным языком. Его сделали не розовым, а белым. Соответственно, он уже версии 3.0 и намного эффективней. Видите, вот тут такие заклепки. Ну, конечно, не дай бог. Растягивается он, ну, абсолютно никак. То есть, в смысле, он ни хрена не эластичный, похоже. Видите, вот это максимум. Вот, ну, можно там, я не знаю, завязаться, как-то перетянуться. Но ногу точно этим вы не сможете перетянуть. Так, короче, это аналог турникета. Вот это у нас аналог лейкопластыря. Но, по факту, сюда положили такую ленточку для мух. Которую у меня бабушка... У нас случайно прервалась съемка. Повторим. Это липкая лента для мух. У меня бабушка вешала такой свинарник. На нее прилипали мухи. Но там была очень липкая. А это вообще ни хрена не липкая. Зачем эта хрень? Ну, то есть, это типа бумажная лента. Что ей делать? Я не знаю. Ну, вот, честно. Так, поехали дальше. У нас, значит, серветка пропытано спиртовым рощином Игар. Ну, хорошо, что не Угар, или это Игорь. Ну, это хорошо, знаете, если надо анализ с пальца взять, а потом так ее приложить. Ну, вы понимаете, боевые условия реальные. Там взрывы, травматическая ампутация и так далее. Вот это мой любимый элемент. Это называется набор терминатора. Это шовный набор. Хирургично еще раз смоктывается. То есть, наверное, предполагается, что наш любой солдат должен себя на фронте зашить. Причем, поскольку нитки рассмоктываются, подразумевается, что зашить не кожу, а, наверное, кишки где-то внутри. Ну, что, иначе рассмоктывание не нужно. И это правильно. То есть, если солдатов научат зашивать, будут у нас не киборги, а терминаторы. Так. Резиновые перчатки похожи на жвачку. В пакетике мы сейчас проверим их. Ну, резиновые перчатки – это хорошо, это правильно. Если есть возможность их одеть, успеть, то это правильно. Не подцепить инфекцию от того, кому помощь оказывается. Так, это не глазные капли, не назальные. Это гентоксан. Я не врач, но мне уже объяснили, что это аналог стриптоцида. Мне бабушка в детстве таким засыпала коленки содранные, и говорила, что ей в детстве тоже засыпали. То есть, это современное средство достаточно и помогает, опять же, при травматической ампутации и так дальше. Так, это у нас написано «Жгут кровоспынный из застепкой и липучкой». Это тоже хит, потому что здесь у нас резинка от трусов. Вот, то есть, жгут, не жгут, а резинка от трусов, широкая, с липучкой. Зачем липучка? Если, знаете, вы пришли на фронт с одной окружностью, потом чуть-чуть похудели, чтобы трусы не спадали, вы их как бы там подзатянули. Вот. Но я не верю, что этим можно что-то перетянуть. Хотя, конечно, если не кормить совсем солдат, то можно даже там и вену причинить этим. Так, ципрофлоксоцин. Опять же, да, это антибиотик, я уже знаю. И антибиотик в наших аптечках – это правильно, потому что америкосам это не надо, их эвакуируют в течение часа, а наши там лежат неделями, капаются и так далее. То есть, антибиотик им нужен. Но, опять же, это не мои слова, говорят, что это помогает нам от цистита в лучшем случае. Но, как бы, ручаться я не могу, не фармацент. Пакет перевязывальный, винт обычный. Раз, пакет перевязывальный. Два, такие штучки называются с хлоргексидином серветки медичные атрамматичные. Что такое атрамматичные, хрен поймешь. То ли на них там нельзя повеситься, то ли порезаться ими нельзя, то ли они не для травм. Ну, в общем, одна сло... В общем, тоже нужно. Ну, представьте, да, насколько нужна в бою эта салфетка. Вот еще одна, на всякий случай. Салфетки другого цвета с фуррагином. Тоже атрамматичные две. По-моему, все. Все, все, все. Ну и, соответственно, вы когда вот там помощь кому-то оказали, все это аккуратно складываете обратно. Потому что бой продолжается. Вам она еще понадобится. Вам же, наверное, одну такую выгодят. Выпихиваете аккуратно в аптечку и сохраняете. А сохраняете для чего? Для того, чтобы после того, как война закончится, и у нас будет европейское правовое государство, вы с этой аптечкой сможете судиться с тем, кто вам ее выдал. Не болейте без потерь.